ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот она, их ментая. Прям слюнки потекли. Дмитрий Николаевич, расскажите. Да. А ментая рыба, которая живет в воде, я хотел сказать. Да ладно, это неужто рыба, живет в воде. Это рыба, которая, в общем-то, во всем мире считается не очень высокосортной, так это мягко назовем, но вместе с тем, это рыба, наверное, на которой больше всего и вылавливается. И она служит, в общем, достаточным источником белка для очень больших групп населения. А уж в Советском Союзе, где наше детство, и детство многих наших, разумеется, слушателей проходило, они прекрасно эту рыбу знали. Ну вот. А мы сегодня хотим вам сказать о том, что у мента, оказывается, есть икра, как у любой рыбы. И этой икры довольно много. И мы совершенно зря пренебрегаем и манкируем этим великолепным продуктом. Поскольку он и по вкусовым качествам весьма-весьма неплох, а уж по питательным качествам эта икра ни капли не уступает традиционно роскошной черной икре и достаточно доступной икре красной. Хотя, ну, конечно, это более... Заелись вы, Дмитрий Николаевич. Да, очень. Так вот, икра ментая, ни капли, еще раз подчеркиваю, по питательным и ценностным своим свойствам ни капли не уступает этим дорогостоящим продуктам. В чем же ее ценность? А. Там практически нет углеводов. То есть это низкокалорийный продукт. 120-140 килокалорий на 100 грамм. В. В отличие от вот этой, где этих килокалорий в огонь. За счет жира. Все-таки. Но жиры в этой икре, они относятся к полиненасыщенным. И это омега-3 жирные кислоты, которые как раз и нужны нашему организму для того, чтобы сражаться и бороться с холестерином, замещая так называемый плохой холестерин в нашем организме. Больше того, ведь эти омега-3 ненасыщенные жирные кислоты обязательно участвуют в формировании оболочек нервных клеток. Формируя наше правильное восприятие мира. Дальше. Никотиновая кислота, витамин ПП, антипилагрический фактор так называемый, который предотвращает развитие у нас дерматита, диареи и деменции. То есть пилагра – это то состояние, которое классически описывается этой треадой симптомов. Но переведите нам уже на русский язык. Дерматит – это воспаление кожи. Да, воспаление кожи. Диарея – это понос. А деменция – это слабоумие. Люди даже обрадовались. Они только наконец поняли, про что вы. Так вот, икра ментая позволяет нам избегать этих состояний. Поскольку содержание витамина ПП в ней велико. Минус один – она соленая. Она соленая, как любой консервированный продукт. Да, ну вот это ее единственный минус. И, конечно, по всем остальным качествам это блестящий продукт. Ну, выходите к нам, гости дорогие. А то без вас и круто едут. Как вас зовут? Татьяна. Скажите нам, пожалуйста, вы к нам откуда приехали? Из Москвы. Скажите нам про себя, про семью, про вашу, про работу. Я живу в Москве, замужем. Девочка уже у меня 20 лет. Ей. Вашей девочке? Да. А вам-то сколько? Она 49. Что вы представили женщине? Я всего 49. Надевайте перчатки. Так, чем вы занимаетесь? Я многопед, работаю с детками. Ой, какая хорошая профессия. Очень. Трудно? Интересно. С родителями деток. Интересно. И с родителями тоже. Да? Интересно, да. Ну вот, моя любимая профессия. Практически наша коллега. Ну, это счастье, когда профессия любимая. Ну что, Дмитрий Николаевич, какое мы портзадание дадим нашей гостям? У нас, да, здесь, значит, вы мелко нарезаете чесночок и одновременно замачиваете хлеб в этой воде. Вот попробуйте делать эти дела. А еще более одновременно вы расставляете наш пьедестал почета. По какому признаку мы сегодня ваши разнообразные представительницы икорных разложим? Смотрите, у нас здесь икра черная, икра красная и икра ментаевая. Расставить их на пьедестале почета по содержанию витамина ПП или никотиновой кислоты. Того самого витамина, который у нас есть возможность вам иметь воспаление кожи, понос и старческое слабоумие. Что вы выберете? Наверное, на первое место мы поставим все-таки икра ментаевая. Так, потом, наверное, не знаю, потом, наверное, черную. Там вторую, международную икру. Это очень образованная икру. А потом красная на последнюю. Правда? Да. Нет, конечно, нет, все плохо здесь. Смотрите, это сюда, это сюда, это сюда. То есть в красной больше витамина ПП? Чуть побольше, да. Красная на первом месте с небольшим отрывом в минус икра ментая. И еще чуть-чуть небольшим макаром. Все-таки это икра рыбья, и содержание витамина ПП разнится, но не очень сильно у этих видов. Значит, на первом месте красная икра. Да. Все-таки. И самое вкусное. Пойдемте ставить опыт еще про одно удивительное свойство икры ментая. Пойдемте. Танечка, держите. Вот это у нас тромбоциты, да, Владимир Иванович? Да, это те клетки. Что мы хотим изобразить? Какие ужасы нашего бытия? Мы следующий ужас изображаем. Эти те клетки, которые ответственны в организме человека за остановку кровотечения, любого кровотечения. То есть они нормально действуют, когда мы повреждаем сосуды. Но в некоторых условиях создаются такие ситуации в наших сосудах, когда они повреждены, ну, различными повреждающими факторами, курением, алкоголем, сахаром и так далее. Когда эти вот клетки начинают склеиваться. Вот смотрите, что происходит, когда они склеились? Они просто вот так закупоривают просвет сосудов. Механически, буквально. Что это за болезни, знаете? Жалко, конечно. Еще жалко. Жалко себя, когда умрешь от инсульта или инфаркта. Да, конечно. Абсолютно точно. Так вот, что делают омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в нашей чудесной крементая? Растворяются. Да, ну, они не совсем растворяются, они не дают возможности им склеиваться. Вот так. То есть они не склеиваются. Ловите. Дмитрий Николаевич, изображаем нормальный кровоток. Да, нормально, смотрите. Вот. Бля, пошло дело. И ничего не склеивается. Вот в чем прелесть ситуации. Ромбоциты мчатся по сосудам. Не склеиваясь сосуды наши хорошо работают. В этом способствует икра ментая, которая содержит большое количество никотиновой кислоты, называемой в медицине витамином ППН или антипилагрическим фактором. Вот такие прелести. Из жизни икра ментая надо кушать. Икра ментая, друзья, это, конечно, не все. Нам осталось ответить на вопрос, как выбрать, как хранить и как правильно съесть, чтобы не нанести себе вреда. Об этом через несколько минут далее в нашей программе. Ценность не в цене. Икра ментая. Это вкусно и полезно. Право на здоровую жизнь. Новости для диабетиков. Красота в порядке. Маленькие женские советы для тех, у кого с возрастом стало снижаться зрение. Это программа «Жизнь здорово», друзья. Мы говорим про еду. У нас сегодня главная героиня на нашем столе вот такая икра ментая, знакомая нам с глубокого детства. Продукт недорогой, доступный, обладающий огромным количеством полезных свойств. Икра ментая содержит много омега-3 ненасыщенных жирных кислот, которые снижают уровень холестерина и защищают наши сосуды и нас с вами от инфаркта и инсульта. Здесь есть витамин ПП, никотиновая кислота. Витамин, который расширяет наши сосуды и препятствует развитию воспаления кожи, поноса и старческой деменции. Много самых разных полезных свойств. И три вопроса, как всегда, на которые мы отвечаем. Как икра ментая выбрать, как хранить и как ее правильно съесть, чтобы нам досталась польза, а не вред этого продукта? Первый вопрос, как икра ментая выбрать? Выбрать. Ну, во-первых, нужно смотреть, чтобы баночка была не повреждена, скорее всего, да? Чтобы она была... Чтобы в баночке не было дырки. Нет, вмятин. Ясно. Вмятин, чтобы не было, чтобы она не была ржавая, чтобы была такая... Приличная наружность. Чтобы, не дай бог, не вздутая была. Вздутая банка говорит о наличии там токсина, ботулизма. Это смертельно опасная боль. Потом мы должны посмотреть, что... Какая дата выбита на крышке. И срок хранения, скорее всего, да? Так. Так, что у нас? Николай Николаевич, добавьте. Срок хранения, скорее всего, да. Надо понимать, да? Ну, вот смотрите, мы все время об этом говорим, но, к сожалению, мы все реже и реже встречаем банки с рыбой, банки с икрой, на которых срок хранения, дата изготовления и информация о том, кто ее сделал, выбита на крышке банки. Да, ее пишут просто. Все чаще и чаще ее начинают писать, а это повод для разнообразных манипуляций с этими цифрами. Потому что, когда эти цифры выдавлены снизу, их уже никак не подделать. Поэтому, ну, что делать? Если мы не видим этого, приходится ориентироваться на то, что написано. Рассчитывать на честность писателей. Рассчитывать на честность людей, которые это написали. Поэтому срок хранения, конечно, это продукт, который имеет ограниченный срок хранения. Ну, насколько ограниченный? Примерно год. Он хранится, так рекомендуется, при определенной температуре. Сейчас мы до этого доберемся. И если вы все-таки икру видите сквозь, допустим, стеклянную банку, или вы покупаете ее развесную, вы должны понять, является ли это субстанцией жидкой, или все же икринки лежат отдельно, и они видны. То есть она не должна быть течь по банке от края к краю. Икра должна лежать плотно, и икринки должны различаться. И все-таки ценность и крылья... Вот у нас вот это хорошее, да? Да, это хорошая икра. И все-таки, смотрите, я вот хочу вам показать. Мы вот так красиво выложили на половинку ракушки устричной. Все-таки икра ментая, если она свежая, и она имеет розоватый цвет. Светленькая. Да, она имеет немножко разоватый цвет, потому что я вам покажу, вот вам икру трески, вот она... Это серия. Она буквально серая. Часто их смешивают недобросовестные, к сожалению, люди, предлагая нам этот продукт не как икру ментая, а как смесь икру ментая и тресковой. Икра ментая, она все-таки розовая. Понятно. Так, теперь как икру ментая хранить? Хранить. Я думаю, не обязательно в холодильнике. А где? Вот такую баночку. Вы на меня даже не смотрите. Ответ знает Дмитрий Николаевич только. Да, не обязательно в холодильнике, да? А на меня тоже надо смотреть. Ну, а где? Можно на полочке где-нибудь. Но в холодильнике лучше. Хранить нужно обязательно в холодильнике. Лучше купить, съесть. А если открыто, лучше съесть сразу же. 36 часов возможно хранение открытой банки в холодильнике. 36 часов, друзья, запомните, у нас масса людей, поставив что-то в холодильник, вспоминает об этом через 3 месяца, неведомо когда. 36 часов открытые продукты долго не хранятся. Это очень важно понимать. Ну и наконец, третий у нас судьбоносный вопрос. Как ее съесть, Дмитрий Николаевич? Подождите, а как же наш фотоопед? Тойка, наверное, в качестве бутерброда. Бутерброда? Да. Ну, может быть и бутерброда, но мы бы хотели вам сказать, что, наверное, все-таки эстетика нашего питания, она играет немаловажную роль в нашей жизни. И, наверное, и подать икру, и в том числе минтая, надо все-таки красиво. Вот, либо, как привыкли в России, в таких вот хрустальных ложечках, розетечках. Хрустальных икорницах, да, смотрите, мы можем вот так это сделать. Это будет здорово выглядеть. Либо даже вот совсем уж эстетство, вот такие европейские икорницы есть, где есть лед, и икра кладется в специальную чашку, которая лежит на этом льду. И вот, это же совсем фантастический способ, когда икра кладется в устрицу, в половинку устрицы, и вот так тоже на льду подается. Ой, я сейчас съела вкус детства, вкус детства. Икра, правда, вкусный продукт. И считая то, что мы вам рассказали, еще очень полезный. Вот у нас есть такой рецепт, смотрите, вот вы в блендерном стакане можете сделать следующее. Поместить туда икру, так, потом немного замоченного хлеба, так, потом вы туда добавите немножечко лимонный сок, видите, мы такой у нас тут фреш лимонный, немножечко оливкового масла, то есть замечаете, какие продукты мы используем? Да, полезные. Очень. Так, блендер. Взбиваем. Получается такая воздушная масса. Коктейль. Это даже не коктейль, мы сейчас вам дадим попробовать. Так ее есть ложками и на хлеб. А мы сейчас просто едем, мы даем попробовать. У нас все приготовлено. Дайте мне тоже ложечку чистую. Раз уж пошла, такая у нас радость. Вкусно? Вкусно. Называется, это греческое блюдо, между прочим. Да. Теперь, когда вы, значит, так немножко, не очень эстетично поели, я вам даю, как это должно выглядеть. На греночках, чесночок, немножко оливок и вот эта вот взбитая красивая пена кладется на эти гренки. Украшается зеленью. Конечно, можно и просто икру ментая на хлеб намазать, чего там говорить. Но вот мы решили так. Тарома салата. И так взбивается икра ментая. С небольшим количеством замоченного хлеба. Сок лимона. Сок лимона и чуть-чуть оливкового масла. Пробуйте. Спасибо. Правильно приготовленную. Пробуйте, пробуйте, Таречка. А вот эту-то возьмите, вот эту штучку. Гриночка. Ага. Неверно, да, вот так. Ну как, ничего? Вкусно. Думаю, что здорово. Берите подноси и угощайте всех нашим. Спасибо. Дарома салата греческим национальным любимым блюдом. Ну что, икра ментая – простой, полезный, хороший продукт. Не забудьте про него. Это все про еду. Нам пора говорить про медицину.